МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. Стихия разбушевалась не на сутку. Ливневые дожди и селевые потоки в Дагестане. Подробности смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жилье в подарок об очередной благотворительной акции фонда Инсан расскажут наши корреспонденты. Сегодня в Дагестане с селевым потоком подмыло опору на линии Бишта-Шаури. В результате без электричества частично оказались Цунтинский район и Биштинский участок. Бригада энергетиков гиргебельских электросетей, в распоряжении которой 4 единицы техники, уже проводят восстановительные работы на линии протяженностью 33 километра. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома жителей. Жертвами стихии оказался и Гумбетовский район. Там сельхозпроизводителям нанесен ущерб в 36 миллионов рублей. Серьезнее всего пострадал населенный пункт Инхо. Репортаж Патимат Ханаповой. Еще несколько дней назад село Нижнее Инхо выглядело совсем иначе. Сады цвели, а люди были увлечены весеннеполевыми работами. Однако теперь у них другие заботы. Сильный ливен с градом оставил для жителей этого населенного пункта печальное наследство. На кадрах снятыми очевидцами видно, как прямо в центре села на огромной скорости движется селевая река. Она уносит все то, что попадается на своем пути. Машины, коровы, технику. А на другой любительской съемке видно, насколько жители села смелые и сплоченные, бесстрашно смотрят стихии в лицо и, несмотря ни на что, собственными силами пытаются спасти свое имущество. Что-то им да удается. Однако, несмотря на сопротивление людей, поток грязи и воды унесло более 30 голов крупнорогатого скота, 8 мотороллеров и 5 машин. Увы, стихия не только унесла, но и оставила. Оставила безрассветный след за собой. Затопленные дома, испорченный урожай и тонны града. От непогоды пострадало более 100 жилищ. И вот последствия мы видим в каждом доме. Вот здесь сель прошла у нашей бабули дома. Вот дом, наверное, не знаю, как она здесь будет жить когда-нибудь. Сможет ли она опять в него заселиться? Потому что обсушить этот дом, привести в порядок, ну, мне кажется, невозможно, не знаю. Пострадала и вся домашняя утварь. Мебель, ковры, одежда. Все в грязи и в воде. Еще вдобавок и не высушить. Солнца нет, дождь так и ледца. Однако, чтобы хоть как-то поддержать и помочь пострадавшим, на подмогу приезжают и соседних сел. Мы приехали сегодня помогать пострадавшим стихией. Но сегодня ничего делать не получилось. Опять начали дождь. По словам 95-летней жительницы старожилы села Айшат, такого потопа аул еще не видел. Признается, что 9 мая было для нее особенной датой. Ее покойный муж – ветеран Великой Отечественной. Однако в этом году этот значимый день, к сожалению, оказался для нее печально знаковым. Когда начался оград, я находилась дома одна. Все продолжалось настолько долго, что стало страшно. Страшно стало не сколько за себя, за своих детей и внуков. Селевой поток был настолько огромным, что я не могла никуда выйти, не могла узнать, как у них там обстоят дела. От безысходности села на лестницу, заплакала и начала молиться Богу. Пострадали от непогоды и коммерческие объекты, и продуктовые магазины, а также единственная в селе мельница. Здесь стихия испортила более тонны муки. Однако жители села больше всего переживают из-за урожая персиков и абрикосов. В основном жители нашего села зарабатывают на продаже сельхозугодий, в частности, абрикосов. Но, увы, град побил весь урожай. Ничего на деревьях не осталось. В общей сложности в Гуметовском районе ущерб сельхозугодий по предварительным данным оценивается в 36 миллионов рублей. Последствия стихии неутешительные, но, к счастью, обошлось все без человеческих жертв. Тем временем отреагировала и власть. Глава республики Владимир Васильев дал поручение оказать всяческую помощь пострадавшим. Очень внимательно посмотрите, кто хуже всех оказался в положении, кому нужно помочь. И в чем можно сейчас, действительно, исходя из тех резервов, которые мы имеем, более эффективно противостоять стихии. Для подсчета суммы ущерба уже создана специальная комиссия, после чего местному населению необходимо будет подготовить документы. Они и позволят пострадавшим получить компенсацию за причиненный стихией вред. По теме Тканнапова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Гумбетовский район, Нижнее Инхо. Стоит ли терять надежду в самые трудные минуты? Жизнь Сабият Курбаналиевой, вдовы, воспитывающей двух детей, можно назвать нелегкой. Находясь в трудном материальном положении, семья не имела своего жилья. Но после всех трудностей, как и обычно, наступает облегчение. Фонд Инсан помог ей осуществить свою мечту. Рассказывает Абдулла Алиев. Спасибо огромное. Сабият не в силах скрыть свои эмоции от счастья. В этот момент, в эти минуты, она уже находится в своем жилище. А еще совсем недавно это было лишь только ее мечтой. И не в первый раз осуществить мечту тех, кто остро нуждается в помощи, взяли на себя сотрудники благотворительного фонда Инсан. Сегодня мы пришли и вручили уже свое собственное жилье одной из семей в рамках программы «Е-Опикон», которая у нас успешно развивается. Большая благодарность всем нашим опекунам, которые принимают участие в программе «Е-Опикон». Откликаются отдельные личности опекуны, коллективы, организации, которые дают радость, дают счастье семьям, в семьях которых остались дети без попечения своих родителей. Эта семья и раньше испытывала финансовые трудности. Не имея собственного жилья, приходилось жить на квартире. Смерть любимого мужа и заботливого отца, казалось бы, навсегда лишила собият надежды на светлое будущее. Вновь вселить в нее веру в то, что все у нее сложится хорошо, взяли на себя фонд Инсан. Ключу в эту семью в программу «Е-Опикон». И уже сейчас они дарят ей квартиру. «Я очень благодарна. Мы очень об этом мечтали всегда. Когда же будет у нас свое жилье. Очень благодарна фонду Инсан. Спасибо вам большое». В квартире осталось только сделать ремонты, и уже в скором времени можно будет поздравлять Сабиат и ее детей с новосельем. Стоит отметить, что фонд Инсан взял на себя также ремонтные работы и будет в дальнейшем оказывать поддержку этой семье. Абдулла Алиев, Гаджи Магамидов, телеканал ННТ, Махачкала. Представители госавтоинспекции обратились к муфтии республики с просьбой оказать содействие в принятии мер в снижении аварийности на дорогах республики. О том, как религиозные деятели могут помочь инспекторам, было обсуждено на встрече муфтия шейха Ахмада Фанди с начальником управления госавтоинспекцией МВД Александром Шалагиным. В беседе было отмечено, что за последние пять дней в Дагестане в результате аварии на дорогах погибли 10 человек. Муфтий, в свою очередь, пообещал проводить просветительские беседы с населением, в которых будут призывать быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Из аэропортов Махачкалы и Москвы вылетели первые группы паломников в Саудовскую Аравию для совершения малого хаджа. На святые земли отправилось более 320 человек из разных регионов России. Верующие намерены остаться там до конца священного месяца Рамадана. Всем им будут предоставлены комфортабельные гостиницы рядом с главными мечетями. Следующие вылеты состоятся во второй половине священного месяца. В Малый Хадж смогут отправиться более 500 человек. Все вылеты организовывает компания «Марва Тур». Наравне с шатром Рамадана традиционной стала акция фонда «Инсант» по раздаче воды с финиками водителям, не успевающим вовремя попасть домой на разговение. В этот раз в качестве раздающих волонтеров выступили спортсмены из клуба «Юниверсал Файтерс». Около 50 человек, среди которых и именитые чемпионы на оживленных перекрестках города раздавали прохожим финики и воды, чтобы они могли вовремя отпустить пост. Раздали тысячи бутылок воды и три ящика фиников. Стать участником акции в качестве волонтера и помочь материально мог любой желающий. Уже позади майские праздники и традиционно в эти дни улицы Дербента украшают портреты ветеранов. Дербент – это единственный город в России, где рекламные компании абсолютно бесплатно помещают фотографии участников войны на своих билбордах. Портреты для вывески присылают все желающие. Причем не только из Дагестана и других регионов России, но и из Казахстана, Израиля, Америки и Германии. Инициатором такой акции уже в который год выступает член Общественной палаты Дагестана Шумиш Абатаев совместно с администрацией города. Это была последняя информация на сегодня. Удачных вам выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин